За последние сутки зарегистрирован 571 зараженный COVID-19, в Бишкеке 154, в Уши 52, в Чуйской области 78 зараженных, в Ушской области 86, в Таласской 20, на Рынской 1, в Сыпульской области 47 человек, в Джалабадской области 77 и в Баткенской 56 зараженных. От вируса умерли 5 человек. Врачи на протяжении всего периода пандемии отмечают, что главным фактором легкого прохождения заражения является сильный иммунитет. А кроме того, в случае заражения обязательное обращение к медикам, так как привычные нам антибиотики и противовирусные препараты бессильны в борьбе с коронавирусом. Как сделать свой иммунитет сильным и защитить себя от болезни, узнавала наш корреспондент Мэри Масоналиева. В пик волны вируса многие зараженные COVID-19 активно занимались самолечением, принимали различные лекарства от простуды, в частности для облегчения симптомов и глушения боли, злоупотребляли антибиотиками, что чревато сказывалось на здоровье и даже приводило к летальным исходам. Если вы чрезмерно начинаете использовать антибиотик, бесконтрольно начинаете использовать то один антибиотик, то второй антибиотик, вы наоборот погубите свою иммунную систему. Вообще коронавирус сам по себе, он РНК содержащий, это вирус. Антибиотик ни в коем случае не надо назначать в первоначальных симптомах. Если вы видите осложнение, только рекомендации врача необходим антибиотик, а самовольно сами себе не назначайте антибиотик. Организм ежедневно подвергается негативному воздействию от окружающей среды. Миллиарды различных вирусов и бактерий, с которыми мы регулярно взаимодействуем, от большинства из них наш организм вырабатывает стойкий иммунитет. Однако самостоятельно справляться абсолютно со всеми вирусами человеку, к сожалению, не под силу. Правильное питание чрезвычайно важно для здоровья человека, особенно в то время, когда резервы иммунной системы необходимы для борьбы с COVID-19. Для поддержания иммунитета в рацион должны входить овощи и фрукты с необходимыми элементами, такие как яблоко, лимон и уничтожитель микробов – имбирь. Кроме этого, держать иммунитет в тонусе поможет физическая активность. Даже 15-минутная легкая разминка способствует улучшению кровообращения. Не нужно забывать и про сон. Чтобы выспаться, нам необходимо всего 7-8 часов. Сону больше положенного негативно влияет на организм. Более того, иммунологи отмечают, что обыкновенная домашняя еда также способствует поддержанию иммунитета. Употреблять продукты, овощи в основном, овощи, фрукты и орехи, грецкие орехи по грамму принимается. Много белков требуется еще. Белки мы как измеряем. Мы можем даже свои ладошки вот так посмотреть и мясо. Мясо вот так. По грамму 500 грамм можно. Много белка и яйца. Именно чтобы респираторные. При ковидных заболеваниях респираторная система поражается. Поэтому нам необходим витамин D. Это профилактика. И, конечно же, чеснок. Отметим. За сутки выздоровели от COVID-19 с учетом вне больничной пневмонии 406 человек. На стационарном лечении находится 3457 пациентов. На амбулаторном лечении – 3737. Всего за сутки зарегистрировано 5 летальных исходов.